а б в д и здорово всем дорогие друзья сегодня охуенный день на любой день охуенно когда что пожать в частности если это что-то необычное одновременно с этим сытная то есть но без каких-то выгон он то есть но простая еда для простых людей вот таких как я то есть я чекан и инцелси цифок и сегодня на обзоре меня но будет вот такая необычное сочетание то есть она сейчас уже состоит на печке сейчас я буду уже насыпать вот так одну минуту она уже для фактически чуть не сгорела она висит они немного передержал на печке вот я стоял там и подготавливал все здесь важно точность на 0 0 0 и целых секунд позже выключил все уже никакой будет на вкус то есть технология приготовления на нарушилась и так дорогие друзья и сегодня на обзоре у меня будет вот такой замечательный рис я очень люблю рис ну я макароны люблю больше чем рис но тем не менее даже ну рис в принципе неплохая еда хотя он стоит дороже гораздо дороже чем макароны но тем не менее время макароны нравится больше то есть видите ну только с печи там горячий пиздец но температура наверное там 100-500 градусов да ну порвет ну как уже поняли у меня будет не просто рис у меня будет рис с таким необычным ну кисло-сладким соусом то есть можете себе такой представить но кисло-сладкий соус то есть сейчас в наше время там 100 500 вариантов соуса вообще на любой вкус я вот этому очень рад потому что я практически могу снимать но его каждый день обзор на то но обзор там их банк на то одно и то же самое блюдо ну с разным соусом то есть а вот это фактически уже считается но кардинально но другое то есть и так дорогие друзья ну кисло-сладкий соус вот так она вылили здесь на покупке написано с пюре абрикоса и имбирем имбирем то есть я ну кисло-сладкий соус ни разу не ел к сожалению ну или к счастью ну потому что мне почему-то ну кажется мне не особо понравится но тем не менее вот сегодня для разнообразия я решил взять ну то есть вот так выглядит его состав надеюсь на будет видно вот да я сейчас уже вижу что ну это не самый лучший вариант если вы вот как я сейчас сидите на диете потому что в этом соусе целых ну 24 28 грамм углеводов то есть это очень но то есть в обычно там в кетчупе там гораздо меньше если в майонезе то там доходяного калорий но здесь в принципе да за счет сахара то есть не зря же называется ну кисло-сладкий если с кислым то ну понятно хотя опять же непонятно за счет чего он кисло-сладкий то есть ну пюре абрикоса это даст сладкий и имбирь его нельзя назвать нового кисло то есть он горький острый или как правильно назвать и так дорогие друзья состав это соуса вода сахара до сахар на тром месте начало сахара тут ну да хуя ну то есть сироп глюкозно-фруктозный уксус зауститель но крахмал ну пюре абрикосовая внутри процента в принципе немало-немало ну как для соуса это же не варенье там какое-то на дальше масло подсолнечко но в принципе могу сказать что состав меня не особо ну радует потому что здесь нету не томатной пасты а там не майонеза ничего то есть вот такое ну как говорится и и не в пизду и и не в жопу дам то есть очень редко можно встретить вот такой суши чтобы там не было ну то есть обычно соусом на основе кетчупа либо же на основе майонеза я уже сейчас предвещаю что мне этот соус не очень понравится но тем не менее должность на блогера обязывает меня делать обзоры на все что я ем так дорогие друзья вот видите как он выглядит да уж это вообще прямом смысле не соса на абрикосовое варенье ну похоже то есть да уж вот действительно ой бля и запах вот такой чисто субъективно не очень но приятный потому что мне напоминает вот короче ну и сейчас скажу в общем-то дорогие друзья вот так это все выглядит на заставку фотографии и скажу честно мне этого запах уже с самого начала не нравится хотя его даже еще не и пробовал но сейчас попробую да ой дорогие друзья в общем кто смотрит меня давно наверняка где-то весной видел обзор что я жал вот гречку и меня в холодильнике завалялся то ли маринад вот но то ли но какой-то вот такой но тоже соус и и и он был похожим за сам то есть но кисло-сладкий соответственно вот это по запаху мне сразу напомнил вот такой я но тогда то есть я до сих пор вспоминаю вот это день там был другой производитель но тем менее сам состав наверно проценту на 60 был идентичен чем вот этому то есть что на цвет что на запах он что на курсом ну прямой смысле этого слова напоминает абрикосовое варенье то есть да уж то есть все вместе если уложить немного то в принципе все не так плохо хотя опять же сейчас многие скажут типа соус он же наоборот должен ухудшать вкус улучшать его но к сожалению сегодня не тот случай но опять же вот кстати я в интернете прощал так немного то есть смотрите вот здесь написано характеристики вот это вот это соуса здесь астрота на 1 сладость на 3 ароматность на 3 и но кислинка на на 2 то есть но палитра вкус она зазывается и вот дорогие друзья сегодня у меня был выбор снять обзор на вот этот соус либо же на соус барбекю сейчас конечно миллион раз мы пожалел что взял вот этот не то есть я его взял не просто так потому что он сейчас продаются по аукционной цене но как и социбелли какую у меня был на обзоре они плюс-минус стоят одинаково ну если сравнивать и социбелли с вот этим то есть они одного производителя кстати то вот это но тоже самое что там сравнить хуй с пальцем то есть небо землей там небо землей потому что мне вот этот соус абсолютно не нравится у меня честно говоря даже нет вот желание ну то есть у меня фактически аппетит не пропал то есть я хотел жать вот скажу честно я по сути сегодня еще никто не жал но кроме того упаковки макарон но тем не менее сейчас у меня аппетит ну как рукой засняло потому что у меня сразу на столе вот флеш нового байки вот того маринада который ну тоже был я уже не помню ну то ли с абрикосом ну то ли с медом ну то есть он был сладкий соответственно я категорически не люблю сладкие соусы то есть я знаю что на кисло сладкий соус и в частности вот иронии судьбы очень сильно но распространен в азиатской кухне и там я тот рис с кисло сладким соусом в этом числе но тем не менее сейчас попробую вот это я абсолютно не понял вот это сочетание ну то есть я вам честно скажу у меня такой ни разу не не было это в принципе не претензия производитель потому что я уже много раз ел соусы вот но кетчупы вот этого производителя они охуенный на вкус то есть вот вот эта претензия чисто к самому вот этому соусу то есть я не думаю что здесь там что-то вот это производительным и и изменил вот так и он там чем-то отличается от но традиционно нет то есть я думаю это максимально но он и приближенный вкус но традиционного кисло сладкого соуса и тем не менее меня этот вкус абсолютно непонятен непонятен то есть то есть он прямом смысле по сладостью он не то что там немного сладкий а он ну пиздец какой сладкий то есть прямом смысле как абрикосовое варенье да там чувствуется какая-то но пикантность и но острота и и и имбиря но тем не менее ничто абсолютно в этом составе не способна ну перечеркнуть вот эту пиздец но какую сладость ну то есть но приторность я не знаю с чем его еще там едят но мясо там ну какого это наверняка там шето там в азиатских странах едят свинину наверняка да свинина в любом случае есть в кисло сладком соусе и вот сейчас у меня даже нет желания но доедать вот это вот этот соус единственное что мне хочется наверное сейчас сделать это но выкинуть вот этот соус и их но пойти ну купить но какой-то нормальный то есть например соус ну барбекю либо же любой но другой обычный но кетчуп вот в том числе вот этого производителя опять же ну ну без обидного как говорится вот потому что вот этот соус кстати стоит на несколько грин ну дороже там чем ну кетчуп бля а ну кетчуп но это же ну классика но кетчуп испортить его принципе невозможно соответственно а вот здесь на упаковке показано что обычно сесть с ними едят то есть этого чем-то на на яйца наверное похоже и здесь вот но тоже что-то похоже на найца то есть ну мясные блюда с ним любом случае едят вот там и опять же ну даже есть на месте вот это но и но рис у меня было какое-то мясо я не думаю что что-то бы изменилось лучшую сторону потому что вот этот соус он любом случае бы затмил вкус там мясо затмил вкус чего угодно и я имею ввиду затмил там не в хорошем смысле вот это осло что такое пиздец там я в восторге от него нет ну как раз опять же я не люблю сладкий вкус вообще в таких вот в первых во вторых но то есть в десерте да в принципе можно то есть если даже вот этот соус ну ну добавить какой-то но десерта но будет не так отвратительно на вкус как с рисом вот и с любым но другим вот но первым там вторым блюдом да уж то есть ну бывает случается в жизни ну разочарование конечно с этим ничего не не поделаешь вот кстати вот здесь написано соус ну кисло-сладкий блять не знаю как это переводится что короче удивляет смелым и изысканным вкусом в каком совместились но теплый аромат абрикосового ну пюре и свежие блять как же это переводится хуже ну короче ноты и имбиря но кисло-сладкий приятного вид гурманов да то есть я представляю ебало вот вот эти гурманов которые сейчас попробуют вот это вот этот соус то есть они в принципе от моего отличаться не будут да уже дорогие друзья то есть я не спорю что существует людям которым вот этот соус может ну понравится но такие действительно есть ну то есть сколько людей сколько им мнений вот у каждого человека свой вкус там кто-то любит там бля сладкое кто-то соленое вот в Индии например распространено вот такая кухня что в любом блюде должно там быть одновременно со сладкой соленой кислой горькой но если если ну даже в этот соус еще ну добавили там бля ну чего тут не хватает прочее бля горькое и соленое я не думаю что он в этот стал лучше вот абсолютно нет то есть в любом случае вот эта сладость бы ну перебила все что угодно да то есть дорогие друзья мне в прямом случае если это слово не хочется это все ну доедать блядь и выкидывать конечно не хочется потому что хикан и инцелс и царфок то есть мой рост составляет всего лишь метров пятьдесят то есть за двадцать чем-то летом у меня никогда не было нотян и и к тому же за этот соус я заплатил немалые ноти не в районе там ну двадцати шести гривен я действительно сегодня ну первый раз наверное жалею в случае с каким-то соусами что-то я его ну купил то есть я даже не знаю что с ним теперь нужно делать то есть ну доедать мне его не хочется я его с вероятностью восемьдесят процентов наверное выкину либо же ну просто поставлю в холодильник вот знаете как я думаю у всех вот такое есть что там стоит там что-то в холодильнике там горчица ну какая-то в холодильнике стоит и никто их не ест соответственно и вот этот соус направится вот туда там на полку ну пылится водами может но когда-то наступят ну прям ну пиздец какие ну тяжелые времена что-то я так ну когда-то достал его и типа о блять соус ну кисло-сладкий вообще охуенно то есть ну ну пока к сожалению это абсолютно не мое я бы оценил этот соус в четыре ну по десяти бальные это самая низкая оценка вообще на моем новом канале за все за всю историю то есть ну меньше чем четыре я никакому продукту не давал в общем ну было такое видео если вам понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео до встречи Продолжение следует...